Ну что, пожалуйста, Иван Коломовец, УЧИРУ, другой грандиозный проект, Иван Историтов, пожалуйста, прием. Добрый день, меня зовут Иван, я закончил фирм в 2008 году. В 2011 году мы с моим одногруппником основали УЧИРУ, хотя до этого мы тоже занимались всякими разными проектами, связанными сообразованием, но вот УЧИРУ, УЧИРУ, тот вид, который у меня есть сейчас, начался в 2011 году. Я коротко расскажу, что из себя кафе представляет сегодняшний день, куда она движется, и я пока сидел, Артем мне вчера позвонил и сказал, что может ли это как-то, может ли мы как-то помочь физтехну при работе с этим клиентом. Я расскажу какие-то свои идеи, которые, на мой взгляд, будут полезны, которые мы могли бы сделать, и это будет полезно физтехну. Мы в основном сегодняшний день являемся софторией компанией, то есть если у них живой учитель учит ученика, то у нас это скорее продукт ближе к математической компьютерной игре, и ученик самостоятельно занимается и получает дополнительно знания по школьным предметам. В прошлом учебном году у нас в России было 3 миллиона 100 тысяч учеников, мы начинали с начальной школы. У нас треть всех учеников в России занимается на платформе, в крупных городах, к примеру, в Москве это более 70%. Используются, в принципе, два способа использования основных. Это либо в школе, либо дома. Я чуть более подробно расскажу, как это может быть реализовано. В основном, в силу отсутствия необходимой структуры, такой как девайсы и широкая полосный доступ в интернет в школах на сегодняшний день, у нас это домашнее использование, если говорить про Россию. Одна из главных моделей, где мы делаем фокус, это персонализация. Наши цифры внутри показывают, что дети одного и того же возраста у нас в стране тратят очень разное количество времени на прохождение одного курса. И это время отличается в 60 раз. При этом мы видим, что, к примеру, часто видим, что за одной паркой может сидеть два ученика, и скорость изучения одного и того же в одном классе, и скорость изучения одного и того же материала отличается в 5 раз у этих детей. При этом в массовой школе подход абсолютно не индивидуализирован. Это учитель, который по заданной программе рассказывает один и тот же материал. И мы четко видим, у нас в стране, и не только во стране, очень сильное падение успеваемости детей где-то 7-8 класса. То есть, если в 1 классе дети приходят, как в школу, как правило, они уже хорошо подготовлены, потому что родители их выводили на подготовительные курсы и так далее, то количество пробелов с каждым годом накапливается, и с каждым годом находится какой-то пробел, который ребенку мешает усваивать новый материал. Вот этот комп превращается в комп такого размера, что где-то к 6-7 классу большинство детей уже не может изучить тот материал, который есть в школьной программе по той причине, что у них куча проблем из предыдущих лет обучения. У нас в системе две, если механически смотреть, две основные вещи реализованы. Первое – это то, что это наш интерактивный контент, он устроен следующим образом. Это пример разных путей изучения одного и того же материала. Если ребенку дается задача, если он отвечает верно, то ему дается следующая задача. Если он допустит эту ошибку, то ему задаются упрощающие вопросы, чтобы он сам пришел к правильному ответу. То есть, допустим, в начальной школе дети вообще не способны учиться по видео. То есть ему нужна постоянная вовлечение, постоянная деятельность и контроль, чтобы они и сами делали четкий контроль того, какой материал они сейчас изучают, и достаточно ли у них знаний для изучения этого материала.